всем привет дорогие друзья сегодня будем заряжать аккумуляторную батарею без специального зарядного устройства а с помощью зарядника вот ноутбука аккумулятор у нас 12 вольтовый на 50 ампер часов зарядку нас от ноутбука samsung который давно составился и помер напряжение он выдает 19 вольт 474 ампера в общем то что нужно выход на штекере у нас внутри плюс снаружи минус друзья если у кого завалялся вот такой зарядничек не торопитесь его выбрасывать возможно что он вам пригодится в общем сейчас зарядим аккумуляторы ну и поэкспериментируем с нагрузкой и так обо всем по порядку первым делом подключим вольтметр чтобы смотреть вольтаж на аккумуляторе брал на алиэкспрессе ссылка будет в описании также вот такие крокодильчики у меня есть тоже с алиэкспресса ну и также ссылочка будет в описании крокодильчики в принципе неплохого качества возможно кому-то будут полезны ссылочки аккумулятор показывает 11 7 вольт что очень мало в общем нужно заряжать однозначно вольтметр немного врет где-то примерно на три десятки но это не суть важно ничего страшного силу только будем мерить с помощью мультиметра чтобы подключиться к заряднику на плюс сделаем вот такой проводочек и чтобы он держался за зафиксируем его с помощью половинки спички или зубочистки чем угодно лишь бы он не выпадал подключаться будем с помощью вот таких проводков с крокодильчиками на концах очень хорошая вещь в общем ссылочка тоже будет в описании красный будет у нас плюс а черный минус так у нас зарядник не будет заряжать зарядник будет уходить защиту вот смотрите включаем зарядник в розетку не смешно не поняли да это россия тут есть индикатор вот загорелся зеленым зарядник у нас на 19 вольт поэтому чтобы снять лишнее напряжение так как нам надо вольт 13 14 где-то подключим через лампочку как раз снимет лишнее напряжение ну и не даст заряднику уходить в защиту в общем подойдет лампочка от фары вот на 12 вольт 60 55 ватт лампочку нужно подсоединять последовательно лампочку минусовым контактом мы подключим крокодильчику который находится у нас на минусовой клемме а чтобы клемма хорошо держалась в крокодильчике подожмем вот эти три усика обыкновенными пассатижами вылетела масса у нас теперь у нас лампочка держится отлично все хорошо никогда она отсюда теперь уже не выпадет так мы сразу убьем двух зайцев на весу лампочка у нас при нагреве ничего не прожгет и будет себя чувствовать здесь вполне отлично в общем все подключаем минус к плюсовой к плюсовому контакту на лампочке все лампочка загорелась зарядка пошла в общем сейчас подкручиваем мультиметр посмотрим какой ток идет на аккумулятор переключаем мультиметр в режим проверки силу тока подключаем последовательно мультиметр нам показывает ток в 276 ампера почти 2 и 8 это будет вполне достаточно чтобы зарядить наш аккумулятор аккумулятор у нас 50 ампер часов как я уже говорил и нам нужно для нормальной зарядки ток от 6 до 10 процентов от емкости аккумулятора напряжение заряда на аккумулятор у нас идет в районе 13 вольт короче говоря наш ноутбучный блок выдает то что нам надо лампочка у нас из фары имеет два контакта дальние ближней один на 60 ватт а второй на 55 если нам подключиться ко второму контакту который на 55 ватт то мультиметр нам показывает значение в 2 и 16 ампера в общем получается чем меньше ватт лампочка тем меньше ток идет на аккумулятор ради эксперимента подключаем 12 вольтовую лампочку на 20 ватт и мы видим что мультиметр показывает значение в один 16 ампер ну в общем все логично лампочку можно подключать как на минус так и на плюс разницы нету вот допустим это чувствуешь со соединениями это чувствуется конечно не ток вот так и последнее это чувствуется взлетение к нам и мы видим специально Вот видите, зарядка идет Сейчас замеряем силу тока Все, как мы видим, то же самое Также бытует мнение, когда подключаешь две лампочки последовательно Ток должен увеличиваться Сейчас мы это дело проверим На деле получается, наоборот, сила тока на аккумулятор идет меньше Сейчас попробуем подсоединить лампочку на 24 вольта 75, 70 ватт, тоже дальний-ближний Сейчас замеряем Сколько ампер Идет на аккумулятор 0,73 ампера Подключим на другую клейму Еще меньше, 0,55 В общем, друзья Самый оптимальный вариант У нас получается на 12 вольт лампочка дальний-ближний 60-55 ватт Это будет самая-самая тема Подключаем Все, 2,85 2,84, 2,85 Отлично В общем, друзья, получилась у нас схема такая Черный минус, красный плюс Плюс идет на плюсовую клейму, естественно А минус через лампочку, подключенную последовательно На минусовую клейму То есть вот В общем, схема простая, рабочая Поэтому, друзья Кто что думает Обязательно пишите в комментариях Вольтметр подключается Тоже очень просто Красный плюс Черный минус Желтый Это получается Снимает показания в вольт В общем, все просто, друзья Также здесь есть еще и амперметр Но подключать его я не стал Потому что тут будет мишура из проводов В общем, если что Потом сниму отдельное видео Как подключить Вот этот китайский ампервольтметр Друзья Итак, друзья Аккумулятор прозаряжался уже 2,5 часа Напряжение выросло до 15 с лишним вольт Ток упал по мере заряда На 2 ампера Ну и, кстати, лампочка стала гореть тускнее Для наглядности подаем 12 вольт На лампочку Ну и вот сразу видно Насколько лампа горит ярче Сейчас заглянем Внутрь аккумулятора Через индикаторный глазок Кто не знает Он спокойненько выкручивается Друзья, при работе с аккумулятором Нужно соблюдать технику безопасности Это резиновые перчаточки Потому что электролит Может сжечь руки Ну и вашу одежду Также нужно помнить Что при кипении Электролит выделяет водород Который очень сильно взрывоопасный Поэтому при зарядке аккумулятора Нельзя не искрить Ничего не поджигать В общем, соблюдайте технику безопасности Дорогие мои друзья Мы видим, что внутри аккумулятора У нас происходит кипение Электролит кипит В общем, зарядка идет Аккумулятор у нас заряжается В общем, все отлично, друзья Достаточно Итак, друзья Напряжение выше 15 вольт Вполне достаточно Чтобы завести автомобиль Отключаем наше зарядное устройство От ноутбука Кому видео понравилось Ставьте лайки Обязательно пишите комментарии Также подписывайтесь на канал А у меня на этом все Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok